Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов из Священного Писания, мы зададимся следующим вопросом. В каком случае богатство зло, а в каком благо? Прочитаем сначала текст из Псалтири, 23-й Псалом. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее». Вот здесь мы видим, почему Господу принадлежит земля и вся Вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее. По праву Творца Бог является единственным собственником во Вселенной. Как я часто объясняю, есть несколько типов собственности. Например, есть ограниченная собственность, когда вы взяли какую-то вещь в аренду на определенное время. Есть другой тип собственности, когда вы купили какую-то вещь. Но самый совершенный тип собственности – это когда вы пользуетесь тем, что вы создали своими собственными руками. И в книге Ботие, 1 глава, 28 стих, мы находим такие слова. «И благословил их, то есть Адама и Еву, Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над сею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Здесь мы видим, что Господь эти богатства земного мира передает в общественную собственность и Адаму, и Еве. Потому что, когда он говорит об адресате, кому он обращается, кому он всё это передаёт, он не говорит только об Адаме, он говорит и об Адаме, и о Еве. Сказал им, а не сказал ему. При этом муж – глава жены. Таким образом, Писание с самого начала устанавливает, что всё, что существует в этом мире, оно имеет отношение к собственности многих и многих. Есть такое понятие, как общественная собственность, и это понятие всегда в христианстве, даже в тяжёлые средневековые времена, являлось чем-то относительным. Так, например, схоласты настаивали на том, что Бог, обладая властью над всем и согласно своему промышлению, определил некоторые вещи к тому, чтобы поддерживать каждое человеческое тело. Поэтому человек обладает естественную, но не безусловной, не абсолютной властью над ними в том, что касается их, то есть этих вещей использования. И неблагоразумного богача, который без сомнения был частный собственник, порицают за то, что он полагал внешние вещи исключительно своей собственностью, безусловно своей собственностью. То есть признавал, что они даны ему другим, а именно Богом, допуская, что Господь посылал там дожди вовремя, свет солнца вовремя, но не признавал, что всё это дано ему, как некое поручение от Бога. И в Священном Писании послание к Тимофею, первое послание к Тимофею, 6 глава, 17-18 стих, тут мы находим такие слова. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они были щедры, общительны». Они щедры в смысле раздаяния, общительны в том смысле, что, общаясь с людьми, они могут узнать, какие у них есть насущные нужды и чем они могут им помочь из того, чем Господь наделил самих этих богатых. И святитель Василий Великий говорит, для чего вы богаты, а другой беден, как не для того, чтобы вам заслужить награду за доброе пользование, то есть во благо многим, а ему, то есть нищему, за смирение, чтобы довольствовался тем, что ему подают. Святитель Василий Великий, комментируя слова богача, неблагоразумного богача, который говорил, ешь, пей, веселись, душа, у тебя на многие годы всё есть, говорит, богачи, полагающие свою собственностью, ухваченное ими общественное благо, подобны тем, кто загодя, придя в театр, не дают заходить другим, желая самолично пользоваться тем, что предназначено для всеобщего использования. Конец цитаты. Но не давать другим пользоваться общественными благами, очевидно, незаконно. Следовательно, незаконно присваивать себе то, что принадлежит всему обществу. А как определить? Что может незаконно принадлежать всему обществу? Например, если человек имеет сверх той меры, которая необходима каждому для существования, и при этом он категорически отказывается помогать тем, которые не могут оплатить его услуг, и находятся в тяжком сотрудительном состоянии, то это очевидно, что он именно ухватил общественную собственность и удерживает только в своих благах. Ведь если этот неблагоразумный богач собрал целую житницу урожая, он же не собирался съесть все это. Он понимал, что тут излишки, излишки, еще раз излишки. Конечно, он это понимал, но он думал о том, как вот придет время, тяжелые неурожайные времена, вот тогда он позабавится. Святитель Амбросий Медиаланский говорит, и эти его слова приведены в официальных документах в Западной Церкви, то, что называется декретарии. Он говорит, никому не дозволено объявлять своим то, что является общественной собственностью. Причем общественным, как это яснует из контекста, он называет внешние вещи. Следовательно, похоже, что человек не вправе присваивать себе внешние, природные вещи, которые сверх того, что необходимо для него. Да, он может торговать, ему надо оплачивать труд работников, но в тяжелые времена ситуация меняется. Вспомню смутное время, когда богатые новгородские люди, купцы собрались и сказали, все отдадим, детей своих заложим, все отдадим до копейки, но освободим нашу землю от неприятелей. Кажется, что для человека неправильно, безусловно, то есть абсолютно обладать внешними природными вещами – нефть, газ, золото, серебро, горы, вода, леса и так далее. Ведь никто не вправе присваивать себе то, что является Господним. Но все сотворенное принадлежит Господу, согласно сказанному в Писании, Господня земля и что наполняет ее, и так далее. Это Псалом 23, первый стих. Следовательно, человеку неестественно и преступно, безусловно, обладать внешними природными вещами исключительно во благо самому себе святителя Амвросий Медиаланский. Он, кстати, был очень богатым человеком, но когда его призвали на епископское служение, он все свое раздал. Святитель Амвросий Медиаланский говорит, «Никому не дозволено объявлять своим то, что является общим». Он имеет в виду собственность с точки зрения пользования ей, по каковой причине, далее он прибавляет. «Тот же, кто тратит ее сверхмеры, является вором и расхитителем». То есть природное богатство по факту рождения на этой земле, где проживает тот или иной народ, принадлежит в равной степени всем этим людям. Конечно, должен оплачиваться труд землекопов, тех людей, которые добывают нефть, газ, но то, что называется сверхприбыль, о прибавочной стоимости не приходится даже говорить, сейчас можно говорить только о сверхприбыли, и как спекулятивно реализуют то, что продают, это не может не вызывать беспокойства и естественного раздражения, если не за себя, то за других людей. На самом деле, сами марксисты, Маркс и Энгис, которые занимались социальными вопросами в таком политическом формате, многое они заимствовали именно из христианства, из учения отцов и из исторического опыта ранней церкви. Само понятие коммунизм или общая коммуния берется из книги «Деяния святых апостолов», где говорится, что у христиан, первых христиан, не было частной собственности. Все было общее, коммуния, и никто ничего не называл своим. Конечно, есть принципиальная разница между тем, как пытаются обеспечить всем благо марксисты и как должны это делать христиане. Эту разницу выражает русский религиозный философ Владимир Сергеевич Соловьев словами, что социалисты, имея в виду и марксистов, для общего блага предлагают отобрать чужое, а христиане для этой же цели предлагают отдать свое. Святитель Василий Великий комментирует слова богача «Соберу туда весь хлеб мой и все добро мое». Говорит, «Скажи, что здесь твое, откуда взял ты все это и как сделал сущим?» Как сделал сущим? То есть ты обеспечивал рост этого урожая. По твоему желанию шли благодатные дожди на землю. Только ли ты причастен к тому, над чем трудились многие-многие? Святитель Амбрусий Медиаланский настаивает, что обладание означает власть. Но человек не обладает никакой властью над внешними природными вещами. Он же не закачивал нефть под землю, чтобы потом ее обнаружить через какое-то время и начать ей торговать. Он же не раскладывал где-то золото в земле. Все богатства недр, они являются Богом данные богатства. Поскольку сам человек не способен что-либо изменять в их природе и распределять их в природном мире так, как бы ему хотелось бы. есть страны, в которых вообще нету нефти или газа, или то, что есть крайне в недостаточном виде. Следовательно, человеку неестественно, просто неестественно обладать, безусловно, богатствами природы, предназначенных от Бога для всех людей. Я бы согласился бы с точкой зрения некоторых собственников, которые они, эти люди считают, что все в порядке вещей. Если бы Бог все отдал бы Адаму, но мы читали, что когда Бог говорил о богатствах земли, Он отдавал их и Адаму, и Еве, имея в виду всех, кто будут обитать на этой земле. То есть, с самого начала Бог установил именно общественную собственность. Хотя позже в Библии было сказано, что муж – глава жены, однако общественная собственность – это библейский факт. Следовательно, человеку неестественно обладать самостоятельно богатствами природы, которые предназначены для всех людей, населяющих тот или иной отрезок земли. Это тоже важная деталь. В Библии, в книге «Деяния святых апостолов» 17 глава 26 стих сказано, «От одной крови Он, то есть Господь, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Что значит пределы их обитания? Для каждого народа дается свое место обитания. И здесь общественная собственность, она становится национальным богатством той этногруппы, которая по промыслу Божию обитает на том или ином участке земли. И если вы внимательно читаете первые главы книги «Бытия», там говорится, кому Бог давал какие земли, когда потомство Ноя, Сим, Хам и Афет, родоначальники человеческих рас, они получали от Бога эти земли с теми богатствами, которые находятся на них. Скандализа Райс как-то сказала, что у России непропорционально большая территория в сравнении с не очень большим населением страны. в сравнении с не очень большим населением страны. Это попытка пробраться в чужой дом или высказанное намерение об этом. Конечно, всем, чем человек обладает естественным образом, что является результатом его труда, он вправе, хотя и относительно распоряжаться этим и считать своим. Например, первое послание Коринфянам, 4 глава, 11-12 стих, апостол Павел пишет, «Даже до ныне терпим голод и жажду и наготу и побои и скитаемся и трудимся, работая своими руками». Он сталкивался с серьезными трудностями, но он не занимался экспроприацией или там нападением на кого-то с целью обеспечить себя благами, которые были в собственности другого человека. В послании к Ефесянам 4,28 апостол Павел пишет, «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». И первое к Фессалникицам, 4 глава, 11-12 стих, Павел пишет, «И усердно стараться, то есть необходимо, о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, делать свое дело, то есть бизнес, и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Что значит? «Поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Есть какая-то группа, которая в интернете все время подбрасывает фейки православным христианам какую-то ложную информацию с одной целью, чтобы общество верующих превратилось в каких-то социальных маргиналов. Но мы не должны этого делать. Почему кто-то должен отказываться от пенсии, если он ее заработал, своим потом, своей кровью? Почему кто-то должен отказываться от каких-то льгот? Где это сказано? Пусть укажут правила, пусть укажут заповеди. Поэтому, когда апостол Павел пишет, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались, чтобы не выглядели как какие-то бомжи, какие-то социальные маргиналы, а именно взаимно распределяли бы, чтобы общий достаток он поддерживался. Внешне это неверующие. Которые не стали присоединяться к христианам, когда бы видели в каком маргинальном состоянии социальной точки зрения они находятся. Но в послании к римлянам 16 глава мы читаем, что апостол Павел приветствуя христиан, приветствовал и некого казнохранителя, то есть банкира городского. А это было его послание к римлянам. отношение к общественному природному богатству обусловлено наличием трудовых усилий или их отсутствием. Вот тут мы и можем определить, кто имеет право на пользование благами этого мира, а кто не очень может рассчитывать только на благотворительность. Второе к фессалникицам, третья голова, седьмой по десятый стих. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночью и днем, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих делать вам в образец для подражания вам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Ну, потом большевики перефразировали эти слова, кто не работает, тот не ест. На самом деле, вот если вы внимательно будете читать работы таких отцов, как святитель Иоанн Златоуст, Василий Великий, вы увидите такую критику социально неправильного богатства, какой мы не встретим ни в речах Маркса, Ульянова, Ленина и Энгиса, потому что у тех была ревность непонятно с какими побуждениями, а отцы церкви ревновали о благах мира, как бы отстаивая права собственности Бога, которое предназначено для всего его творения. Святитель Амбросий Медиаланский даже настаивал на том, что в случае общественного бедствия и неурожая, например, общество имеет право экспроприировать, изъять излишки у богачей. В связи с этим святитель Амбросий говорит, и эти его слова вошли в римское законодательство церковное, в декреталии. Вот цитата Амбросия. Хлеб, в котором вы отказываете голодному, это его хлеб. Плащ, в котором вы отказываете нагому, это его плащ. Деньги, которые вы прячете под землею, это цена выкупа бедняка на свободу. Этими словами он как бы говорит, да, Бог тебе послал значительно больше, чем другим людям, но богатство, которое не спослано от Бога и не добыто там грабежом или воровством или насилием, каким-то коррупционным путем, это поручение от Бога. И ты так и должен смотреть на это богатство. Даже наш библейский портал не мог бы существовать, если бы один добрый христианин не считал бы, что его богатство это поручение от Господа. Не существовали бы многие богодельни, некоторые производства, куда набирают людей с ограниченными возможностями, если бы организаторы этого дела не осознавали, что богатство это поручение от Господа. До революции это было в порядке вещей. И если кто-то из предпринимателей богател только ради себя самого, с ним прекращали общение другие предприниматели. Вот, например, мой родной город Орехово-Зуево, самые значимые объекты сооружения, городская больница, первая городская больница, построила династия Морозова. Городская баня опять Морозовая, городской стадион опять Морозовая, казармы, целый город, казарм, это не те советские какие-то такие клетушки деревянные, это огромные стены. Я помню, как в детстве я бегал по этим казармам, я жил одно время вместе своим отцом в казарме, и все это строили или династия Морозовых, или была династия Никольских, Никольские построили прекрасный храм, это собор Орехово-Зуевский, Рождества Пресвятой Девы Марии, и все эти люди они строили на века не то, как сейчас кладут асфальт каждый раз в году, почему-то не в летнее время, а в осеннее, чтобы в следующий год опять начать расхищать бюджетные деньги. Еще раз прочитаю эту стату. Хлеб, в котором вы, то есть богатые, отказываете голодному, это его хлеб. Излишек дается вам, не для вас, потому что любой излишек пойдет во вред, если будете употреблять то, что сверх меры. Плащ, в котором вы отказываете на гому, это его плащ. Деньги, которые вы прячете под землей, это цена выкупа бедняка на свободу. Имеется в виду бедняк, который оказался в рабстве за те долги, которые имел. Один из средневековых экзегетов допускал и более решительные действия при защите общественного блага в противостоянии со спекулятивным капиталом. Это автор тринадцатого века. Тринадцатого века. Смотрите, что он пишет. «Однако, коль скоро нуждающихся много, то есть подавляющее большинство, и помочь им всем посредством чего-то одного невозможно, то каждый, то есть богач должен сам распоряжаться своими вещами так, чтобы посредством них оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Впрочем, если нужда является столь очевидной и крайней, то есть вопрос касается выживания эпидемии, катаклизмы какие-то, что необходимость ее удовлетворения любыми подручными средствами ни у кого не вызывает сомнений, например, когда человек находится в большой, то есть смертельной какой-то опасности, и налицо только одно возможное средство ему помочь, то в таком случае человек вправе использовать для этого чужую собственность, беря ее явно или тайно, и при этом строгом смысле слова не идет речь о воровстве или грабеже. Кто это сказал? Фома Аквинский, наиболее точный выразитель нравственного учения Западной Церкви, о нравственности, морали, человеческой ответственности. И это было законом в западном мире, потому что это очень авторитетный для них автор. Тогда, когда коррупционные схемы бросают вызов всему населению при власти воров то, что называется плутократия. Плутократия. Для таковых также полагается предел. Само слово плутократия состоит из двух слов богатства правления, то есть те, которые нажили спекулятивный капитал через коррупционные схемы, они приходят к власти. Кучка богачей управляет страной, а иногда и целыми странами, через марионеток, которых они тусуют. Это политический режим, при котором решения государственных органов, вопросы выбора на выборные должности все определяется не волей народа, а волей группировки богатых мафиозных кланов. Вот это, конечно, проблема. Если князья, начальники отнимают у своих подданных то, что им причитается, например, за охрану общественного блага, то есть власть требует от нас то, что причитается власти по праву, то есть налоги, если они даже налагают на нас какие-то судебные решения, они имеют на это право, и это не грабеж, даже в том случае, когда власть изымает налоги насильственным путем, например, описывают имущество человека и так далее. Они имеют на это право, точно так же, как народ имеет право на выживание. В послании к римлянам, 13 глава, 6-7 стих, апостол Павел пишет, «Для сего вы и подайте платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые, то есть нашей защитой, регулированием экономических интересов во благо общества. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь». Но если они вымогают что-либо незаконно, то есть сверх налогов, сверх установленной суммы, как обычно метрополия посылала там центру, если они начинают вымогать сверх того, что установлено законами того или иного сообщества, даже при этом могут применять насилие, то тогда речь идет о грабеже и хищении. Поэтому Блаженный Августин пишет, «При отсутствии справедливости что такое государство, как небольшие разбойничьи шайки, так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как государство в миниатюре». Конец цитаты. А в Писании сказано «Князья у них как волки похищающие добычу». Это книга пророка Языкия, 22 глава, 27 стих. Поэтому они, как и грабители, обязаны воздавать, а согрешают они при этом еще тяжелее, чем грабители, поскольку их действия чреваты, большей опасности для общественной правосудности и общественного благополучия. Они придают доверие народа. Священное Писание категорично к любым формам поборов даже со стороны религиозного истаблишмента, религиозных лидеров. Об этом читайте у пророка Языкииля, 34 глава с 1 по 10 стих. Апостол Петр, 1 послание, 5 глава, 1 и 3 стих пишет. «Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь, и свидетель страданий христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Спасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, как над какими-то крепостными, но подавая пример стаду, подавая пример собственным нестяжательствам. С другой стороны, мы знаем, что как власть имеет право на налоги, как люди, употребляющие усилия, имеют право на оплату своего труда, и те, которые имеют капитал, но они организовали то или иное производство, и имеют право пользоваться своими трудами. Так и священники они тоже имели право на оплату и заботу верующих о них. Так в книге Бытия, 14 глава, 18 по 20 стих мы читаем, «Мельхоседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Вот здесь пример нам дается такого отношения к церковным труженикам из Ветхого Завета. А в Новом Завете сказано, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждай рта увала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Итак, сегодня мы отвечали на вопрос, в каком случае богатство зло, а в каком оно является благом, имея в виду общественное благо. Христос говорил даже о духовных благах, что зажегший светильник не ставит его под сосуд, но на подсвечник досветил бы всем в доме. И город, стоящий наверху горы, это тоже открытое пространство, в этом есть свой пример, любое благо материальное или благо нематериальное, духовное, мы не должны сосредотачивать на своих собственных интересах. Да, каждый человек нуждается и в материальном, и в духовном, ибо душа каждого человека, как говорил учитель церкви Тартулиан, по природе своей христианка. Дьявол подсовывает всякие суррогаты, подмены, чтобы как бы душу сбить с истинного пути, но при всем при этом, если мы имеем правильное представление, для чего нам даются духовные знания, конечно, не для того, чтобы мы запирались в своих кабинетах или кельях, и эти знания не передавали подрастающим поколениям, этими знаниями не укрепляли бы тех, которые заботятся о нашем существовании в доме или в келье, так и материальные блага, имея их, надо иметь в виду, что если Бог нам это посылает, то это поручение от Него и, скорее всего, не только для нас, но и для других людей, с которыми мы можем столкнуться. Итак, сегодня мы рассмотрели важный вопрос, в каком случае богатство зло, а в каком общее благо. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем говорить о том, что мы знаем о ростовщичестве из Священного Писания, из Святоотеческой традиции, и можно ли давать деньги под проценты, и можно ли брать деньги, имея в виду проценты, является ли это одним и тем же, или здесь есть какая-то существенная разница. Берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...